Сегодня в центре Берлина и других городах Германии тысячи людей, большинство из которых не являются евреями, надели кипу и вышли на митинги против антисемитизма. Так немецкие политики и гражданское общество пытаются ответить на нападение, оскорбление и травлю евреев, участившиеся в последнее время в Германии, в которой однажды нечто подобное уже проходили. О чрезвычайном положении, к счастью, говорить пока не приходится, но поводов для спокойствия у еврейской общины все меньше. Последней каплей, которая и вызвала эту волну солидарности, стал скандал вокруг израильтянина, избитого средь бела дня в благополучном районе Берлина просто за то, что он носил кипу. Преступление совершили беженцы из Сирии. Зачинщик уже задержан, однако проблемы с растущим антисемитизмом это не отменяет. Сакция, которая только что закончилась в Берлине, к нам присоединяется Константин Гальденсвайк. Костя, привет. И действительно ли в этом флешмобе, если можно так выразиться, участвует вся страна? Да, но я не могу говорить за всю страну, коллеги, но здесь на площади перед еврейской общиной Берлины, которая организовывала эту акцию, были тысячи человек. К ним же присонялись на подобных акциях. Люди в Патздаме, в Тюринге и в других городах Германии. Идея очень простая в том, чтобы не только евреи, но и вся Германия, все население Германии продемонстрировало свою солидарность. Для тех, у кого кипы, коллеги, нет. Вот немецкие газеты, я покажу, сегодня даже предлагали вырезать вот такую временную кипу и надеть знак солидарности. Но проблемы возникают, как признает сегодня сам глава еврейской общины, Совета евреев Германии, Йозеф Шустер, с тем, что многим даже евреям надевать кипу в нынешнее простое в плане антисемитских настроений время становится все тревожнее. И не все решаются это делать посреди бела дня. Вот мы сегодня спросили обычных немцев, которые участвовали в этой акции евреев, рискнут ли они по окончании этого митинга пойти вот так же в кипе домой. Вот что нам рассказали участники демонстрации. Чувствуешь себя в кипе неуверенно, так и ждешь, что вот-вот возникнут неприятности. Мы с вами поэтому на обратном пути дойдем до полицейского кордона на границе митинга и снимем ее с себя. Это ужасно, я думаю, что мы делаем эту акцию против агрессии, против евреев. И у нас нужна столько много полиции, потому что это так опасно сегодня сказать, что мы против антисемитизма. Ну действительно, эта акция стала возможна только благодаря тому, что ее помогали организовывать огромное количество полицейских, секьюрити. Здесь же представители практически всех правящих и оппозиционных немецких партий. Здесь же была и христианская церковь, и профсоюзы, и студенчество. Очень много людей. И в том числе здесь же был коллеги, новые уполновоченные правительства Германии по борьбе с антисемитизмом. Эта должность не случайно появилась в этом году, опять же, в непростые времена. Почему в непростые? Конечно, латентный антисемитизм в Германии, где хорошо знают, что это такое, как и во всякой стране бывал прежде. Но только сейчас признавался сегодня бургомистр Берлина, здесь Михаил Мюллер. Такие вещи, как прямые оскорбления, нападки и травля еврейских детей в проблемных школах Берлина. Вот все это только в последнее время стало так открыто происходить в Берлине. Сегодня все мы, сегодня весь Берлин надевает кипу. Несколько дней назад в нашем городе было совершено нападение на израильского студента, также вносившего кипу. Эта антисемитская выходка разгневала всех нас, все мы ее осуждаем. Но, увы, она вписалась в общий ряд недавних событий, с которыми мы сталкиваемся все чаще. Травли евреев, угрозы, оскорбления. Это приходит уже в наши школы. Ну и вот дошло до того, что даже Ангела Меркель, канцлер Германии, впервые в интервью нашим израильским коллегам признала один из основных источников этой проблемы. Увы, это часть, незначительная, может быть, но очень заметная, часть сирийских беженцев, приехавших в Германию, для которых, увы, антисемитизм и, в принципе, органическая вражда по отношению к Израилю, это, к сожалению, совершенно естественные вещи. Вот что об этом говорила Меркель. Могу сказать вам и многим, к счастью, живущим в Германии евреям, мы делаем все для вашей безопасности. И в то же время печально, что нам до сих пор не удалось полностью подавить антисемитизм. Мы сталкиваемся и с новыми явлениями, ввиду того, что к нам прибыли беженцы, люди арабского происхождения, среди которых есть те, кто приносит в страну другую форму антисемитизма. Однако и до этого он, увы, существовал. Ну вот этот скандал с избиением израильтянина посреди бела дня в Берлине, он стал последней каплей, действительно, но не единственной. Одновременно сегодня, например, устроители престижной немецкой музыкальной премии «Эхо» заявили о ее закрытии. Причина, опять же, связана с антисемитскими скандалами. Последние лауреаты этой премии — это дуэт рэперов, которые позволяли себе тексты, вроде я процитирую, «Мое тело выглядит куда определеннее, чем тела узников Освенцима». Конец цитаты. Вот многие лауреаты прежних лет этой престижной премии от награды отказались, узнав, кто победил в этом году. Ну и, конечно, такое было невообразимо в прежние годы. Тем сильнее шок от подобных событий в Германии. Коллеги. Кость, а что думают об этой инициативе сами мусульмане? Участвуют ли они в акции? Сложно сказать, Кать, потому что большого мусульманского союза, единого нет. Это много, очень много разрозненных мусульманских организаций по всей стране. Но здесь, например, сегодня были представители более чем либеральных мусульманских течений. И вот что они нам говорили, почему они тоже сегодня приходили на эту акцию, нацепив поверх хиджаба даже кипу. Я мусульманка, но пришла сюда ради своих еврейских друзей. Лишь вместе мы сможем выступить против дискриминации и отгораживания друг от друга. Ну, вместе с тем радикальные исламские правоповедники, конечно, не одобряли этой акции. И наоборот, они поддерживают вот эти антисемитские настроения. Но даже самые умеренные представители ислама призывают сегодня не грести всех мусульман под одну гребенку в этой антисемитской дискуссии. Потому что в итоге эти обвинения приводят к общей такой исламофобии, к российской риторике, которая мало чем отличается от риторики антисемитской. Потому что об этом говорят критики. Спасибо, спасибо. Спасибо, Костя Гальденсвайка, шеф Европейского бюро РТВА из Берлина, передавал об акции против антисемитизма.